Влад А4 вернулся наконец-таки на свой канал, но правда это было на пару секунд и ещё важный момент. Аналитики почитали, сколько будет подписчиков на канале Влада А4 в 2026 году, то есть через 5 лет. Ну а прежде, чем мы всё это обсудим и вам покажем, не забудьте поставить колокольчик на Чуково и погнали. Сколько будет подписчиков на канале Влада А4 к 2026 году? Напомним, что сейчас у него около 36 миллионов, а аналитики подсчитали, что через 5 лет у Влада будет около 280 миллионов подписчиков. И да, можно сказать, что это нереальные цифры, ведь даже у PewDiePie на сегодняшний день всего 110 миллионов. Но друзья, интернет развивается и мы всё больше и больше окунаемся в социальные сети, ютубы, инстаграмы, тиктоки и так далее. Поэтому поток людей всё больше и больше увеличивается. И плюс на платформе добавляются переводчики, а это говорит о том, что канал Влада А4 смогут смотреть и англоязычные пользователи. А также у канала Влада А4 есть очень большой плюс, то что он может расти и развиваться без самого Влада А4. Ведь на сегодняшний день он отсутствует и за это время канал добавил почти 2 миллиона подписчиков без главного героя. А это говорит о том, что данный проект будет развиваться всё дальше и дальше, долгие-долгие годы. Возможно, люди, актёры там будут меняться, но тем не менее, это его не остановит. Сейчас на его главной замене Глент и Кобяков, у которых тоже есть свои уже очень большие и раскрученные каналы. А это говорит о том, что в любой момент, если они передумают с ним сотрудничать, то они смогут заниматься своими каналами и расти без А4. По крайней мере, некоторые пользователи так думают, а есть те, кто считают, что каналы Глента и Кобякова, официальные каналы, им не принадлежат, что это тоже всё проект от А4, созданный специально для раскрутки их медиа. А также нужно не забывать, что у А4 нет запасного канала. В своё время все думали, что это будет канал под названием А5 с экспериментами, но он, насколько мы знаем, был выставлен на продажу. И как А4 там перестал появляться, канал загнулся. Да и какой был смысл тягаться по экспериментам с тем же самым Мамиксом? Да и новые каналы, новые экспериментаторы уже тоже на подходе. К примеру, ребята из Russian Trash, которые делают полную жесть, взрывают, снимают на сломо, 2000 кадров в секунду и так далее. В общем, экспериментов и так на Ютубе достаточно. Соответственно, канал Глента и Кобякова являются просто спасательным кругом, если вдруг что-то произойдёт с каналом А4. А что касается самого Влада Бумаги, то он наконец-таки появился на своём канале. Правда, это было ненадолго и это было не в главной роли, а говорить о том, что он скоро вернётся полноценно, пока ещё рановато. Ведь исходя из информации, которая появилась от друга Влада А4, Влад должен вернуться именно когда будет 40 миллионов подписчиков. Вернуться имеется в виду полноценно в съёмки, но даже такому короткому появлению Влада Бумаги фанаты были очень рады и начали друг другу репостить эту новость и сообщать, что Влад вернулся. Хотя многие прогнозировали его появление на Новый год, но честно сказать, 40 миллионов подписчиков к Новому году он не соберёт, поэтому его появление, скорее всего, будет в феврале или в марте. А что касается его недавнего появления в Телеграме, то мы уже говорили, что это фейк и ведёт эту страницу человек, который даже не знаком с Владом. И казалось бы, сколько можно находиться в тени, ведь деньги тоже надо зарабатывать, отдыхать вечно не получится. Но, друзья, если вы смотрели наши прошлые ролики, сколько зарабатывает Влад А4, то вы должны понимать, что отдыхать он может до конца своей жизни. И, кстати, на нашем канале очень много контента, связанного с Владом А4 и другими блогерами, поэтому, если тебе нравится такой канал, не забудь подписаться и поставить колокольчик на чё кого, а также посмотреть наши прошлые ролики. А на сегодня это всё. Всем пока.